Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать вот такой вот гамбургер из Burger Station. Он выглядит просто потрясающе. И здесь еще их фирменная картошка фре. Обалдеть, просто как вкусно! Здесь у нас кетчум майонез. И здесь у нас сок. Это самая обычная фанта. Обычно я не беру газированные напитки. Но сегодня прям так захотелось, я прям не смогла удержаться. Очень вкусно! Может быть вы подумаете, что я просто навожу панику. Но сегодня я прям впервые конкретно испугалась за коронавирус. Я пошла в супермаркет и накупила продукты. В инстаграме вам покажу. Прям на крупную сумму денег. Чтобы лишний раз не выходить на улицу. Зачем? Даже если говорят, что заболевших в Азербайджане нету, я все равно предпочитаю предпринимать все меры предосторожности. Вот сейчас пошла в бургер-стейшн. Там хозяйка этого бургер-стейшна, я ее знаю. Очень милая девушка. И она просто посмеялась надо мной и говорит, что в Азербайджане нету коронавируса, что ты ходишь с маской. Почему ты ходишь во всеоружие? Ну, честно, я паникер. И то, что самолеты туда-сюда летают. Инкубационный период настолько большой. Это все нам говорит о том, что может быть, что заболевшие есть, но просто их еще не выявили. Но они уже потенциально являются опасными для нас. Какой вкусный гамбургер! А еще сегодня я досняла видео сколько денег я трачу за неделю. получилось очень много. Я даже думаю, что теперь нужно начать экономить. Это еще на этой неделе я не ходила в рестораны. В общем, это будет самое сложное видео за всю историю моего канала. Потому что оно снималось целую неделю. Я каждый раз забывала что-то заснять. Вот, например, в супермаркете я себе что-то покупаю. Я снимаю это и этот кусочек я вставляю в свое видео. То есть, все должно получиться максимально просто и интересно. А еще сегодня вечером хочу снять видео моя коллекция косметики. Я вообще хочу разбавлять свои мукбанки какими-то другими видами тоже. Потому что, мне кажется, как-то надоедать, постоянно кушать. Как вкусно, ребята. Булка просто воздушная. Еще очень сильно переживаю, кстати, за своего парня. Потому что он находится в Италии. А в Италии сейчас очень сложная ситуация с коронавирусом. Там, можно сказать, второй эпицентр. Благо он в столице. И болезнь до столицы еще не дошла. Но все равно. Я предпочитаю сидеть в доме по возможности. Выхожу из дома минимальное количество раз. Не иду ни в какие рестораны, в какие-то, не знаю, общественные места. Ребята, реально, не хочу наводить панику. Но мне страшно. Как вкусно. Как вкусно. Специально взяла мало чего. Потому что не сильно голодная. А уже я привыкла все доедать. Вот такие вот дела. Мне кажется, что вам будет очень интересно посмотреть, на что я трачу деньги и сколько. Самое главное, наверное, не сколько, а на что. Может быть, я кое-где забыла что-то посчитать, что-то купила, но не учла это. Но это какие-то мелочи, я думаю. В основном, каждый раз, когда я что-то покупала, не прямо в этот же момент, но я старалась это снимать. Еще у нас в гостях тетя. Я очень извиняюсь, мне пришлось прерваться, потому что моя тетя уже уходила. Надо попрощаться, обнять, поцеловать, скажет, сказать, тетенька, пока. Вот. Я продолжаю снимать, давалось. Мук-банк. Очень часто под своими видео я вижу комментарии насчет того, что как мои родители относятся к тому, что у меня есть парень, и знакомы ли они, и вообще, что они считают на этот счет. Начнем с моего папочки. Для моего отца самое главное, чтобы его дети были счастливы. Все остальное ерунда. И в этом случае то же самое. Папа говорит, что не торопись. Думай сто раз. Многие почему-то думают, что мои родители в разводе. Я не знаю, откуда взялась это. Я не знаю, откуда взялась вообще это. Это тема, типа... Иногда в комментариях люди пишут такие вещи. Один какой-то парень написал, что он меня знает лично, что я очень классная девочка. Да, спасибо, конечно, но это не знакомо с ним. И вот то же самое. Про родителей тоже пишут. Вот, я знаю их семью. У них родители в разводе и так далее. И почему-то такие комментарии очень много людей лайкают. И получается, что... Неправильная информация доходит до людей и люди думают так же. Объявляю, так скажем, на всю страну. Мои родители не в разводе. Все замечательно. У них просто получилось так, что у меня папа работает в государственной сфере и он еще не вышел на пенсию. Поэтому, пока еще он работает, он находится за границей, так скажем. В другой стране. Как только он выйдет на пенсию, все. Потом он приедет и будет жить с нами. И мне кажется, это нормально. Почему сразу в разводе? Почему сразу ее родители не ладят? И так далее. Мои родители уже 25 лет живут просто душа в душу. И это для меня пример. Я тоже хочу такую семью. Я хочу создать семью раз и навсегда. Я понимаю, что не всегда это получается, но это мой идеал. У нас никогда не было у родителей, чтобы дело доходило до развода. В общем, для меня это пример. Конечно, разные ситуации бывают. Иногда бывает такой человек, с которым просто невозможно жить. и просто приходится развестись. И сколько раз бы, сто раз ты не измерял бы, но это получается так, что ты нарываешься на человека, который не подходит тебе. В общем, как-то так. Было очень-очень реально вкусно. Мне все понравилось, как всегда, мой любимый бургер стэшн. И реклама, все купила за собственные деньги. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok